Встречайте, победитель Лиги Европы Алексей Миранчук. Ура! Ура, ура! Ну как, ты долетел, как добрался? Ну все как обычно, все хорошо, с пересадкой, ничего не поменялось с последнего раза. Что сказали на первой тренировке ребята? Как встретили? Потому что вчера было очень много вопросов от журналистов. Да, на самом деле проснулся и сразу как-то так получилось, что потому что поздно прилетел. Сразу на тренировку и все, видимо, были сконцентрированы на теории на тренировке, поэтому кто-то поздравил, но так, не все. Запомнил, запомнил, кто не поздравил. Завидует? Да нет, какая тут, наверное, зависть. Наверное, больше, я думаю, надеюсь, радость. Не, я имею в виду тех, кто не поздравил. А! Это сейчас твой самый главный трофей в карьере? Безусловно, да, конечно. На клубном уровне есть, наверное, Лига Чемпионов, Лига Европы. Это самое главное. Впереди будет еще и Супер Кубок против Реала. Реал уже Змбоппе. Да, против Реал Мадрида уже встречался с ними в Лиге Чемпионов, поэтому сейчас, конечно, немного другой состав. Тоже есть возможность выиграть кубок, вписать себя, так сказать, в историю. Поэтому хорошая возможность. Сильно тяжелый трофей? Трофей на самом деле очень тяжелый, да. А какое самое неожиданное поздравление по итогам финала ты получил? Вот какого-то человека или как, понятно? Ну да, может форма какая-то необычная или человек. Нет, в этом плане все было в таком штатном режиме, если так можно выразиться. На самом деле сильно осознание такого еще пока нет, что... То есть я понимаю, что это серьезный трофей, но осознание того, что типа я обладатель этого трофея, еще пока сильно такого нет. Но после того момента, когда получил, не знаю в каком размере сообщений, сколько сообщений было получено от множества людей, тогда немного начал понимать, как это важно вообще для страны, для меня, для людей. И хотел бы выразить слова благодарности всем, кто не поленился, кто зашел, написал, поддержал, нашел время. Мне это на самом деле не было очень приятно. Конечно же не все читал, но все, что видел и удивлялся, давно не было такого ажиотажа в моих соцсетях. Поэтому всем большое спасибо и благодарность. Это твой лучший сезон в Италии? Я не хочу какие-то ярлыки ставить, двигаясь от сезона к сезону, по результативности, но если брать в целом с Еврокубками, то наверное по цифрам да. Что касается самого чемпионата внутреннего, то не самое. Но по ощущениям внутренним, хорошо себя чувствовал и вообще никаких проблем нет. А если, вот можешь что-то выделить, в чем ты за этот сезон прибавил 100%? Ну, наверное, что сам себе в голове говорил, это, наверное, больше обычно всегда любил принимать передачи перед штрафной и что-то оттуда дальше делать. Сейчас больше такой был нацелен идти внутрь штрафной, забивать голы, создавать какие-то моменты, что можно смотреть по показателям. В принципе, да, не забил много мячей, но возможностей было достаточное количество. Просто теперь надо работать над реализацией, оставить эту агрессию внутри штрафной, вот этот голод. И хотеть забивать мячи, это очень важно. Думаю, это один из факторов. Что привез в Москву? Кубок, медаль, майки, аталанты? Майки привез, майки привез. Ограниченное количество, кубок, конечно же, нет, медаль осталась там. Но, конечно же, потом планирую все это привезти и есть какой-то стенд, где хранятся важные медали, трофеи. Как оценишь свое состояние? Потому что у вас практически два месяца было по две игры в неделю. Два? Мне кажется, побольше. Побольше? Да, мне кажется, больше. С того момента, как я вернулся с последнего раза со сборной и с того момента каждые три дня игры. Что могу сказать тут? Вот, конечно же, идешь от игры к игре. Если ты выигрываешь, все это легче переносится. И такой сильной усталости как бы нет. Соответственно, последние все эти игры, все эти три месяца прошли на таком высоком уровне с победами. Что давало, в принципе, силы идти дальше. Ну и, конечно же, ментальность. Ментальность такая, что в голове даже не было. Играем каждые три дня. Сейчас, наверное, можем где-то что-то чуть расслабиться. Да, не так уже там выполнили какие-то задачи или чемпионы вышли, но там что-то еще. То есть такого даже внутри не было. И как бы туннельное вот это вот видение такое, оно присутствовало и тем самым дало плоды и результат. И про матч с Беларусью. Ты им забивал 7 июня 2015 года. Это был твой первый гол за сборную. Это первый, да, помню, помню. Сейчас играем снова 7 июня, но уже 24-й год. Забьешь снова? Да, я помню те воспоминания. Первый гол. Выиграли ту игру. Сейчас играем на выезде в Минске. Поэтому надеюсь, что получится добрая, хорошая игра с моментами. И если получится выделиться, отличиться, то, конечно, буду рад. Но, повторюсь, главное, проявить какие-то такие сыгранность, наигранность. Ну и красивый футбол. Люди хотят посмотреть, наверное, хороший результат в футболе. А в Минске был? Не помню, честно сказать. Может быть, один раз. Не помню, не помню. Может быть, давно. А драники любишь? Предпочту лучше блинчики или что-нибудь такое, сырники.